здравствуйте мои дорогие садоводы огородники я очень рада что вы звоните на горячую линию я очень рада что вы на ютюбе смотрите наши программы на канале голова садовая тетя таня и я хочу вас поблагодарить за то внимание и за те слова благодарности которые все время говорите мне я очень стараюсь я вам открываю все секреты какие только в моей голове есть либо я где-то это приобрела в процессе чтения сегодняшняя тема перцы и мы начинаем перец болгарский сладкий как его называют он уже привычная культура на нашем огороде но вы знаете не все так безоблачно как хотелось бы вот посмотрите на этот парничок где растут перцы вот дожди идут такие а закрывать и при температуре 30 28 градусов в общем-то бессмысленно чтобы как-то оградить от этих потоков воды когда не видно ничего просто вчера за день шел дождик потом дождище а потом ливень стеной и этот ливень стеной уложил практически весь парник посмотрите пришлось ставить такую ужасную палку чтобы как-то удержать вот это количество перцев поглядите какая красота и сколько их еще тут завязалась ну вот для того чтобы да и все остальные тоже посмотрите вот на этом кусте я насчитала 30 штук вот этот куст тоже упал и у него тоже ветка обломилась ну это богатырь перец замечательный просто я хочу сказать что мы с вами значит показывали я рассказывала как от болезней уберечься в этом году не помогло слишком много влаги и слишком жарко даже перцам от болезней от всех уберечься не удалось но не так страшно их более чем достаточно я всегда говорю не надо садить плантацию 50 штук надо 10 выходить так чтобы каждый куст дал ведро вот здесь примерно также будет значит что было сделано для перцев во первых очень ранняя посадка это январь месяц январь не февраль феврале помидоры для теплиц январь перец такой долго растущий 170 суток ему нужно чтобы он как-то бы начал в июле плодоносить а еще есть же особенность мы же еще умеем цветочки сбрасывать когда что-нибудь не так то есть все сбросили и и и и все и у нас перцев нету поэтому значит было предусмотрено практически все и ранний посев и вовремя высадка и опудривание зала горчица и табачная пыль то есть мы старательно уберегали перцы от ряда грибковых заболеваний значит а потом была подкормка наш дачный коктейль в этом году сработал просто на 5 с плюсом потому что такое количество перцев на одном кусте ну вот я бы хотелось чтобы наш оператор все поснимал посмотрите какие ветки посмотрите с той стороны сколько их огромных перцев уже висит но я конечно безумно рада этому но есть вот такое дохлое существо которое еще только начало завязывать плоды есть вот такие вот они тоже чуть-чуть но это другой сорт немножко есть вот такие остроносенькие это горький перец боюсь как бы все перцы горькими не стали потому что в одном парнике и теплицы нежелательно горькие и сладкие перцы может быть это перекрестное пыление может быть они все станут либо сладкими но скорее всего все горьковатыми островатыми значит перцы в каком случае перцы можно уже собрать если перец вот такой вот глянцевый блестящий его можно уже снять вот смотрите он уже меняет цвет этот перец его можно снять и положить на дозаривание но снимать надо отрывая не вот там а отрывая его с хвостиком сейчас покажу как это вот и неправильно получилось да вот смотрите внимательно с хвостиком почему потому чтобы туда инфекция не попала при отрыве и помидоры также нужно отрезать с кисточкой прямо всю кисть сразу надеюсь что вы меня слышите и очень тщательно перерабатываете все и очень тщательно пользуйтесь моими советами и если вы все с самого начала сделали правильно то и у вас перца будет огромное количество есть еще баклажаны но они не так безобидны в этом году как хотелось бы они болеют и лечение пока ничем не закончилось поэтому если у кого-то такая же проблема возникла значит мы с вами заодно и значит в этом году ну не очень помидорный год и не очень баклажанный слава богу хоть эти есть значит про перцы еще самое главное поливать их надо практически практически ну не раз в неделю а два раза в неделю вот надо подполоть уже вот видите сбросил перчик вот чего ему не хватило взял сбросил перчик ну вот такой вот молодец не надо там рыхлить ни у баклажан ни у перцев не надо ваше дело поливать и убирать пасынки они образуются очень быстро вот на стволах видите сколько малышей растет это все нужно вырывать а здесь уже даже пасынок зацвел его тоже надо удалить вот это все нужно обрывать в этом состоит ваша работа летом по отношению перцу болгарскому сладкому видите все уже зацветает нагрузка слишком велика нам надо чтобы наверху все цвело и плодоносило ну надеюсь что на этом я могу закончить еще раз благодарю вас за то что вы смотрите и я очень рада нашим встречам каждодневном это правда